Рада, что на этой площадке появляются друзья. Друзья личные, друзья всяких институций, которые есть в нашем городе. В частности, в фестивале Кинопроба. И вот это наш давнишний друг Андрей Сильвестров. Он режиссер, сценарист, продюсер, президент Каннского видеофестиваля. И еще много чего всякого разного. А поскольку сегодня в 7 часов, а также завтра и послезавтра мы будем смотреть кино, которое привез Андрей Сильвестров, то вначале он объяснит, на что мы должны рассчитывать, видимо, и чего ожидать от экспериментального кино. Андрей Сильвестров. И большое спасибо магазину Петровске и Ельцин-центру за то, что мы можем провести эти три дня экспериментального кино в Екатеринбурге. Мне кажется, это правильно, потому что кино бывает разным, мы это прекрасно знаем. В том числе есть еще и экспериментальное. Спасибо. Спасибо большое, друзья, очень рад вас видеть. Я даже не знаю, но пока... Знаете, это всегда самое важное, когда оказываешься в новом помещении, как-то понять, как с ним обращаться. Вот я это помещение пока не понял. То ли надо сидеть в кресле, то ли стоять вот здесь. Вы попробуйте. Так что я буду в процессе, так сказать, нашего общения, я буду искать себя. Сидеть хорошо. Ну, такое кресло, в нем сел и, в общем, уже открыл книжечку, читаешь. Непонятно, как общаться. Я хочу построить так наше общение. Я вначале расскажу о каких-то своих компетенциях и о том, что знаю и думаю. А если в процессе у вас будут возникать какие-то вопросы, пожелания, желание высказаться, там, сплясать, прочистить шок, еще что-то, то, пожалуйста, это все приветствуется. Вы как-то дайте мне знать, и мы, там, руку поднимите или просто скажите. И мы тогда, ну, собственно, начнем вживую общаться. Потому что, мне кажется, что тот формат, который я вам предлагаю сейчас, он, как бы, это не совсем лекция, это, скорее, такое, я попытаюсь рассказать о том опыте, который у меня есть. И, возможно, он в каком-то смысле будет вам интересен. Я, как Лиля правильно сказала, занимаюсь режиссурой, это основное мое занятие, но кроме, поскольку те произведения, которые я делаю, они, и вы сможете в этом убедиться на протяжении трех дней, они такого вида и качества, что людей, которые это продюсируют, найти практически невозможно, то мне приходится и самому продюсировать то, что я делаю, и помогать моим друзьям, коллегам, которые занимаются подобным видом искусства, тоже продюсировать их, и продюсировать их работы, то есть делать так, чтобы эти работы появлялись на свет. Собственно, чуть-чуть о себе расскажу. Я с детства был киноманом. То есть вот это вот очень такой важный... Я всегда думал, что я буду историком, но при этом я был киноманом. Смотрел все, что возможно было смотреть в Советском Союзе, в прокате, в «Лизионе», потом в «Кроссовом музее кино». То есть там 5-6 фильмов в день – это было абсолютно нормально. И при том, что я был киноманом, я как-то очень в далеком таком, очень далеко мечтал о том, что да, я буду режиссером. Когда я буду режиссером, я буду сидеть на кресле, говорить «Камера! Мотор!» Вот это такая, ну как сказать, что еще делает режиссер? И вот это вот такая мечта, что вот наконец-то, когда-то... И в этом смысле судьба со мной сделала этот странный парадокс, что когда я, собственно, достиг того момента, когда уже можно сесть на кресло и сказать «Камера! Мотор!» Традиционное кино в этот момент закончилось. То есть я как бы стал режиссером, а кино от меня убежало. И это действительно такой парадокс, который не каждый живущий сейчас режиссер готов пережить. Многие думают, что оно еще не кончилось, и по инерции продолжают, так сказать, с этим трупиком бегать. А он уже как бы такой несвеженький. И в этом смысле, извините за, так сказать, грубую метафору, и в этом смысле с ним, конечно, трудно. И так иногда приходишь, смотришь какой-нибудь фильм в кинотеатре, думаешь, господи, ужас какой-то. Как же они дошли до жизни такой? Почему такая мертвичина? Почему такое мертвое изображение? Проблема в том, что действительно буквально 15 лет назад поменялась технологическая цепочка. А кино – это прежде всего технология. Это некий технологический прорыв, который в конце 19 века произошел. И дальше технологии развивались, и вместе с технологиями каждый технологический виток давал прорыв в языке. Ну, там, например, был Чарли Чаплин, как вы помните, это было не мое кино. Появился звук – изменился язык кино. Появился цвет – опять изменился язык кино. Появились ручные камеры. Вот вы знаете, например, есть такой режиссер Гадар. Классика французской новой волны. Вот он снял свой первый фильм. Почему? Потому что появились новые камеры 16-миллиметровые, подвижные. Спасибо. Подвижные камеры, которые, собственно, позволяли снимать с руки. И эти камеры надо было протестировать. Никто не снимал. Мы сказали, вот тебе парень 20 тысяч долларов, попробуй что-то сделай. Он был так кинокритик, снял «Короткий метр» до этого какой-то. Парень снял великий фильм «На последнем дыхании», который вообще изменил, с которого началась новая волна, который изменил язык кино. То же самое, собственно, вот 15 лет назад кино как технологии, к которой мы привыкли, ну, как минимум не стало, или как максимум не стало, как минимум она очень серьезно трансформировалась. Поскольку появилась цифра, и кино стало сниматься целиком на цифры. Сейчас практически никто за редкими-редкими единицами каких-то уникальные фильмы снимается еще на пленку. Но все уже снимается, практически 99,9% снимается на цифру. Но даже проблема не в том, что да, есть эти великие, прекрасные ребята, которые снимают на пленку. Я люблю пленку. Но ты, сняв на пленку, все равно уходишь в другой технологический процесс. Все равно все оцифруется, монтируется уже на цифре. И способ показа кино, он тоже цифровой. Сейчас все показывается, так называемый, там, тут вообще принятый есть формат, он называется TCP. Все показывается вот с этих маленьких коробочек. Больше нету пленки. Один раз, я думаю, что это метафора, но в этой метафоре очень, она очень точная. И поделился со мной Наума Хильевича Клейман, это великий киновед, директор Московского музея кино, создатель Московского музея кино, которого, к сожалению, там отдельная история. Сказал очень простую вещь. В киноаппарате, в кинопроекционном аппарате есть такая штука, которая называется обтюратор. То есть это такое колесико, которое закрывает 24 раза в секунду изображение. Ты 24 раза в секунду сидишь в темноте. То есть практически половину сеанса в кинотеатре традиционном ты сидишь в темноте. И в этом смысле, поэтому говорят, кино это греза. Это вот такой вид искусства, когда вы вместе в коллективном просмотре, в зале домысливаете то, что не видит сетчатка вашего глаза. А вы как бы участвуете в созидании кинотеатральной просмотра, не случайно он в русском языке так емко называется, кинотеатральный. Это акт совместного сотворения фильма в зале. Ты как бы грезишь, ты половину фильма спишь, ты половину фильма находишься в темноте и достраиваешь вместе с авторами фильма, достраиваешь реальность. Сейчас мы находимся в другом технологическом пространстве. Поток света непрерывно. Цифровая дигитальная кинопроекция это другая проекция, нежели кинопроекция. Это два разных вида искусства. Просто технологические. Дальше очень важный момент. Ну, это знаете, как вот тоже удивительная вещь. Есть такое явление, называется бумажная архитектура. Может быть, вы слышали, это было очень развито в начале 80-е, 90-е годы. Это было такое сильное явление, когда архитекторы не могли и даже не мечтали о том, что они могут что-то серьезное построить и придумывали такие фантастические проекты, которые существовали только на бумаге. Собственно, тогда были конкурсы для бумажной архитектуры и так далее, и так далее. Это очень красивые такие гравюры и рисунки и так далее. И вот один из авторов бумажной архитектуры, такой архитектор Юрий Авакумов, сказал поразительную вещь. Была недавно в Пушкинском музее, это в Москве их выставка. Он сказал, понимаешь, что вот и они там выставляли не помнишь, как, гравюры 17-го века еще. То есть бумажная архитектура конца 20-го века и гравюры 18-го века. Он говорит, ты понимаешь, что мы, вот это вот, то, что мы делали, это ближе к 17-му веку, чем то, что случилось уже в 2000-е, когда появилась цифра. что мы там, где 17-й век, там, где вот эта традиция, потому что мы рисуем на бумаге. А вот те проекты, которые делаются уже с помощью компьютера, это уже другое вообще поколение, другой тип сознания, другое искусство. Вот это вот интересно, что мы с вами вместе, ну так или иначе, вступили в этот период жизни, когда мы его вместе с вами переживаем, когда, ну собственно, наступила новая эпоха, цифровая, и она совсем другая, чем весь предыдущий, весь предыдущий опыт культуры человечества. Она радикально другая. Если возвращаться к кино и к технологическим процессам, то есть еще очень важная вещь, что действительно в традиционное кино это там, где вот, да, есть вот это кресло у режиссера, он сидит, говорит, камера, мотор, как вы знаете, здесь три ассистента, тут еще четыре ассистента, у подъезда Волга или там Мерседес, что там, и так далее. То есть это огромная машина, в центре которой Демиур Крисо, нанятый продюсер, ну или государством, или еще кем. Это огромная, это как бы не случайно говорится кинофабрика. Это же русский язык в этом смысле очень точен. кинофабрика. То есть это соответствует заводу. Кино это произведение 20 века, это индустриальное произведение. Это что-то, что делается в большой индустрии. И сейчас, когда едешь там по просторам России, или недавно мы совершили путешествие по пересекли Соединенные Штаты на машине. Неважно. Ты видишь брошенные заводы, которые не работают, вот эти островы заводы. Это везде, потому что ну как бы эта эпоха закончилась. И вот это вот образ кино, это как бы такой завод, который уже не нужен. Но что приходит взамен? Приходит интересная вещь, что меняется сама технологическая цепочка. Цифровая камера дает возможность более интимного производства. То есть по сути бывает так, что достаточно одного человека, чтобы сделать качественный кинотеатральный продукт. Именно качественный кинотеатральный продукт. Это то, что было недостижимо никогда. Это случилось последние 15 лет. Раньше в советское время было производство кино и были кинолюбители. Был наверняка в Екатеринбурге большой клуб кинолюбителей. Там была проявочница проявляли пленку. технологически это было любительское искусство. Оно никак не могло произойти на то, то, что делается вне фабрики, вне завода, оно было любительским. Технологически качество звука, качество изображения, все было недостижимо. Сейчас коллега снимает и в принципе это кинотеатральное качество. При определенном подходе и работе и опыте такой техники достаточно для кинотеатрального просмотра. то есть проблема качества, ну качество в смысле как я не знаю не все жили в советские времена, был такой знак качества, который выдавался качественным продуктом. По мнению тех, кто выдавал, они были качественными. Вот этого нету. И в этом смысле появилась невероятная свобода открылась. Свобода всегда таит в себе опасность, как мы знаем, особенно это приятно говорить здесь в Ельцин-центре сказать такую банальность. Свобода таит в себе опасность, но она манит. Свобода в том, что действительно стало достаточно интимного, небольшого, дружеского или индивидуального какого-то пространства для создания качественного, интересного произведения. То, что было недостижимо никогда в кино, которое оперировало заводом, ну как ты в заводе, на фабрике можешь сделать действительно это какое-то чудо, когда удавалось великим режиссерам создать какое-то интимное пространство. Здесь это достижимо легко. В этом смысле позволю себе опять же метафору. Если из всего вышесказанного допустить, что традиционное кино умерло, но умерло, что сделать, технологически погибло, погребено, то на его прекрасной могиле, которую мы все очень любим посещать, растут цветы какого-то нового искусства, нового визуального искусства. И вот эти цветы, собственно, я посвятил последние несколько лет своей жизни, сказал с пафосом, тому, чтобы научиться различать эти цветы, понять, что это такое, кто из них там не забудка, а кто владеолус, и что с ними делать. Поскольку еще вот очень важная вещь, что, ну, как сказать, в кинопроцессе важны все составляющие. Мало фильм сделать, надо его выпустить еще, чтобы его кто-то увидел, и выпустить правильно, это отдельное тоже целое искусство. Вот, например, я сделал когда-то один из первых фильмов полнометражных, фильм «Неудачник», «Мозг» называется. Ну, «Неудачник» в каком смысле? Вот там, я знаю, что его должны венецианская комиссия венецианского фестиваля, его очень серьезно рассматривала, чтобы взять в конкурс. Вы хотите что-то спросить? Я просто одна из тех людей, которые его видят. Я сейчас в данном случае не качество фильма обсуждаю, ну, да, так случилось, и потом его не взяли, а после того, как, поскольку там долго шло обсуждение, уже знали, что Венеция не взяла, то, как бы, уже на другие фестивали предлагать нехорошо, кстати, он толком нигде не был, ну, как-то я еще неопытный был, не выпустил, фильм неудачный, а есть там другие фильмы, которые наоборот, их там взяли, и так далее, и они там медали повесят, можно себе гордиться, и так далее, что, в общем, не умаляет достоинства фильма, мне кажется, мозг лучше, чем какие-то те фильмы, которые лучше, не хуже, чем другие фильмы, у которых более завидная судьба, но тем не менее, для того, чтобы кино состоялось, необходимо его правильно выпустить, и в этом смысле мы сталкиваемся еще с одной проблемой, что современный, современная кинокритика, современное фестивальное движение очень серьезно отстает от того, что я вам сейчас говорю, вот это осознание того, что сам технологический цикл изменился, он очень-очень-очень идет с опозданием, хотя какие-то тенденции очевидны, что там, например, практически все игровые фестивали, фестивали игрового кино позволяют себе включать так называемые документальные фильмы в конкурс. Это стало уже от Кант до Любовь, это стало нормальным явлением. А, собственно, связано это с очень простой вещью, что те жанровые, дожанровая классификация, которая была принята в классическом кинематографе, она не работает в цифровом. Отделить правильно, отделить вот этот жанр, где есть документальное, где игровое, где еще какое-то, где экспериментальное и так далее, вот эта классификация наручу, поскольку сама технология позволяет этой классификации все время манипулировать, а новые критерии еще не выработаны. Я вот призываю, между прочим, сидящих в первом ряду кинокритиков и киноведов серьезно как-то об этом задуматься, что надо как-то менять правила игры, это очень важно. для того, чтобы различать то новое искусство, которое, как мне кажется, грядет. Я в данном случае, вы поймите меня правильно, я не лишен того пафоса, что друзья, вот я вам сейчас покажу, и это реально новое искусство, все там старое, с кинем, с корабля современности. Я про другое. Я не знаю, насколько то, что я делаю, хорошо. Мне нравится. для меня этого уже достаточно. Насколько это там понравится кому-то еще, я не знаю. Но то, что мы делаем, я, моя компания, мы, собственно, пытаемся различить то новое, что есть. Насколько это у нас получается, судить вам. на мой вкус очень даже, так сказать, очень даже получаю. Возможно, вы посмотрите и скажете, нет, верните нам обратно, так сказать, билеты и традиционный кинематограф. Хотим сюжет и чтобы было про любовь. Я тоже хочу, но каким образом это сделать? Это следующий вопрос. Знаете, я много что-то стал говорить и я сказал очень много про прошлое, про новое, про будущее. А сейчас я хочу на секунду вернуться в прошлое и показать вам один маленький фильм, который называется «Ной». Это фильм 1991 по-моему года или 2-го. Это мой первый фильм. Снят на кинопленку. А потом я прокомментирую, почему я его перестал стесняться показывать.